Всем привет! Меня зовут Лиза, и в этом году я заканчиваю медицинский университет. В сегодняшнем видео мы поговорим о доказательном подходе в медицине. Это очень важная тема, поэтому прошу вас быть очень внимательными и досмотреть до конца. Ещё пару лет назад, а именно где-то на курсе четвёртом, третьем, возможно, я пила различные противовирусные типа ингаверина. Я пила ферменты, когда думала, что переела, и вот это была тяжесть в желудке, нужно было там какой-нибудь энзим выбить. И многое другое, что я делала, и я не понимала, что это вообще полное фуфло. Я не знала, что такое фуфломицины, я не знала, что такое доказательная медицина, я не знала, что такое РКИ, дальше вы узнаете, что это. Я не читала книгу «Доказательная медицина» Петра Тулантова, и вообще в целом я не шарила. Я только училась в медицинском, все эти первые три курса тяжёлые, я училась, 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 и было вообще не до клиники, и уж тем более не до какой-то там эффективности, безопасности, доказательности, что это. Ну вот теперь поподробнее. Итак, что же такое доказательная медицина? Если взять определение с Википедией, то вот звучит оно вот так, достаточно громоздко. Ну, суть в том, что доказательный подход – это тот подход в медицине, который основан на, собственно, доказательствах, на исследованиях. А именно РКИ. РКИ – это рандомизированные клинические исследования, желательно плацебо-контролируемые, ещё и ослеплённые, двойные. То есть вот это всё – это доказательная медицина. Я узнала эти слова откуда? Из Инстаграма. Да, в медицинском университете, во многих университетах, у нас вообще нет предмета доказательной медицины. У нас он есть на шестом курсе, и то он сейчас будет в последнем семестре. Где-то он там недельку идёт, и, ну, я общаюсь с людьми, которые уже прошли этот курс, и я понимаю, что ждать от него ничего особо не нужно. Там будет всё очень грустно и не о том, о чём нужно знать обязательно студенту-медику, который вот-вот станет врачом. Поэтому нужно брать инициативу в свои руки и не ждать, что кто-то, кто-то, даже я или преподаватель, или кто угодно расскажет тебе, что это. Нужно узнавать всё самим. Мой путь доказательной медицины начался с Инстаграма. Я веду Инстаграм-блог, вот он. Если вы не знаете, то я буду рада, если вы придёте ко мне в гости, заглянете. И там постепенно я стала находить блогеров, которые подходят мне по виду деятельности, по специальности своей, то есть педиатры. Ну, не только педиатры. Я стала подписываться сначала на студентов, старшекурсников, которые рассказывали о доказательности, что это вообще такое доказательная медицина. Собственно, что делаю я сейчас в своих блогах. И я стала узнавать об этом. Потом я стала подписываться на врачей. У меня очень много must-have врачей для моей специальности, которых я смотрю обязательно всё, что они выкладывают, все их посты. Сохраняю, читаю, запоминаю и дальше читаю. Но это как было в начале, то есть только вот Инстаграм. Дальше я у них же нашла книгу «Доказательная медицина» Петра Талантова. Она толстенная, вот какая-то примерно такая, но она невероятно интересная. У меня прочитал её даже муж, а он не медик. Чтобы вы понимали, ему было очень интересно, и он очень даже грамотный. В некоторых моментах именно вот этих доказательного подхода он грамотнее, чем многие студенты. Только потому, что он хорошо прослушал эту книгу и запомнил многие моменты оттуда. Я, к сожалению, подзабываю многое, но я постоянно повторяю, поэтому я остаюсь в теме. И эта книга, она открывает вообще новый мир. Она очень-очень-очень интересная. Я советую обязательно вам её прослушать или прочитать. Просто великолепная книга, после которой становится всё намного яснее в жизни. И после которой ты начинаешь замечать, что что-то в жизни у нас не то. Особенно в клинике. И хочу сразу оговориться, что когда вы начнёте погружаться в доказательную медицину и вообще в этот подход, вас начнёт дико бомбить. Потому что, казалось бы, какой может быть ещё подход, кроме доказательного, согласитесь? Ну, вроде как это логично, что нужно исследовать препараты, методы диагностики, методы лечения, какой безопаснее, какой нет. Вообще эффективность этого всего. Но, как ни странно, у нас в России доказательная медицина совершенно не пользуется популярностью. Но сейчас, я думаю, она будет набирать обороты, тем более, когда такие блогеры, миллионники рассказывают об этом. Это очень круто. Я вообще очень рада. И надо как можно больше, чтобы людей об этом рассказывали. И уже пациенты приходят. Конечно, меньшинство, но всё равно пациенты приходят, и они знают, что такое доказательный подход. И это очень круто. Вас может начать бомбить. Потому что, как выясняется, нет. Увы, доказательный подход, он не распространён. Он будет распространён, я уверена, без этого никуда. Но пока что у нас царствует медицина опыта. Вот клинический опыт — это тот опыт, который мы перенимаем от профессоров. И вот мы узнаём всё от старших врачей, грубо говоря, более опытных. Но вроде как звучит неплохо. Ну да, опытный врач, профессор, он, наверное, много исследует, много занимается этой проблемой, и, наверное, он что-то там знает. Но на самом деле... И я вам сразу хочу показать пирамиду доказательности или по-другому уровню подтверждающих данных. И обратите внимание вот здесь, где же находится экспертное мнение. То есть экспертное мнение — это мнение различных экспертов, типа профессоров, врачей и так далее. Где оно находится? Оно находится внизу, в самом дне этой пирамиды. Наверху находится метаанализа. Метаанализы — это огромное количество исследований, собранных воедино и проанализировано. Это метаанализ. То есть есть один РКИ, например, рандомизированное клиническое исследование, а есть очень-очень много, и это называется метаанализ. И это считается золотым стандартом. И вот медицина, основанная на не доказательном подходе, а на подходе опыта, то есть когда ты перенимаешь опыт от старшего преподавателя или врача, она не может грамотно существовать, потому что один человек не может в своем опыте клиническом достигнуть вот этого эффекта как от рандомизированных клинических исследований. То есть это вообще неравноценно никоим образом. Один человек может всегда ошибаться. Он может повторять одну и ту же ошибку, назначать одно и то же лечение и думать, что это помогает. Хотя, например, человек без этого мог бы спокойно вылечиться сам. То есть, например, грубо говоря, такой-нибудь педиатр сидит на приеме и назначает каждому своему ребенку тот же ингаверин, анаферон, виферон, все, что любят назначать педиатры, и все, что не имеет доказательной эффективности абсолютно. Все эти противовирусные против ОРВИ, они не имеют доказательности, не имеют вообще никакого смысла, потому что если мы зайдем на up-to-date, расскажу позже, что это. И если вы загуглите, что такое acute respiratory viral disease или infection, это, собственно, ОРВИ, вы найдете в достоверных источниках, что это, запомните, self-limited disease. Self-limited disease — это заболевание, которое самоизлечивается, его не нужно лечить. Когда врач назначает, сидит на приеме, всегда назначает этот препарат, потому что фармкомпания сказала, что он работает, он думает, ага, ну да, пациентом действительно вылечивается, вот я назначаю, он вылечивается. Но на самом деле пациент вылечивается сам. И с противовирусными, и без, он вылетелся бы сам. И, собственно, вот эта ошибка, она и подтверждает то, что невозможно одному человеку быть наравне с исследованиями. Исследования-то ошибаются. Есть исследования, которые отзывают, которые уже недействительны. Как, например, исследование, которое было опубликовано в Ланцете вакцинации и аутизма. То, что вакцинация вызывает аутизм. Все это фигня. Это давно уже исследование признали недействительным. Но, тем не менее, те же антипривьючники с удовольствием его там репостят и рассказывают о нем. Хотя это уже просто байки и мифы. Это так не работает. А что уж говорить о единичных врачах, чей опыт, конечно, не может сравниться с метаанализами. И в какой-то момент вас действительно начнет бомбить. И это нужно тоже пережить. Потому что вначале, когда вы начинаете в этом всем разбираться и видеть, что в жизни вообще все не так. Вы приходите на практику в поликлинику, и вы видите, что назначают терапевты и педиатры. И вы думаете, серьезно? А вы вообще открываете современные источники. И вы расстраиваетесь, бомбите. Вы становитесь очень категоричными. Это было со мной. Я описываю, собственно, мои этапы прихода к доказательной медицине. И в этот момент, когда категоричность отпускает, особенно когда вы начинаете спорить с родственниками о том, что не нужно дышать над картошкой, о том, что не нужно чесноком обвешиваться, и банки вот эти ставить, и многое другое, вы начинаете с ними спорить и говорить, что это так не работает, друзья мои, есть исследования, пожалуйста, доверьтесь мне, а они не доверяют. Вы начинаете еще сильнее бомбить. И на самом деле надо просто keep calm, и все будет в порядке. Потому что, к сожалению, да, у нас не наши люди, не наша система не готова к этому подходу, к доказательному, потому что всем нужна волшебная пилюля, волшебная таблеточка, которую ты в ротик положил, ой, все, мне лучше намного. И когда человеку, например, ничего не назначаешь, там промывать только нос солевым раствором, если у него ОРВИ, он такой, да ладно, меня не лечит, надо пойти к другому доктору. И в этом и заключается основная проблема. Еще проблема заключается в том, что врачи у нас не осведомлены, пациенты не осведомлены вообще о том, что такое доказательная медицина и как она вообще работает. И то, что если врач вам ничего не назначил или не назначил лишнее исследование, лишний анализ, это не значит, что врач плохой. Это значит, что, ну, действительно, возможно, и не нужно было назначать это диагностическое исследование, эту терапию, потому что, возможно, она неэффективна, она не поможет, не все заболевания, к сожалению, мы можем излечить. И доказательная медицина, она согласна с этим, она растет, развивается, и мы исследуем новые препараты, исследуем заболевания, исследуем вирусы и собираем научную базу. А та же гомеопатия, например, ну, или другие такие сказочные методы, они лечат все, они могут все. Поэтому, когда человек отчаялся или когда человек просто такой ведомый, он, да, выберет, конечно, что-то такое типа гомеопатическое, просто потому что он верит. Но это все от того, что пациенты, да и врачи, мало осведомлены. Поэтому, друзья мои, я сейчас перечислю основные пункты, которые вам стоит делать, если вы хотите в этом разбираться. А вы можете сам решить, будете ли вы этому верить, следовать и так далее. Главное, помните, что после категоричности такой, она лучше ее усмирять, стараться и принимать в ту реальность, в которой мы живем. И просто верить в свои силы и в свои здания, и просто развиваться самостоятельно и уже заражать таким более позитивным настроем других врачей, других студентов и вообще пациентов своих, самое главное. Итак, что я могу вам посоветовать? У меня уже готов хороший документ по тому, что такое доказательная медицина и вообще источник, и все источники собраны в одном месте. У меня есть такой документ. Вы можете просто постучаться ко мне в Инстаграм, подписаться, сказать, Лиза, я с Ютуба хочу документ о доказательной медицине, я пойму и скину вам ссылку, и у вас там все будет. А сейчас я просто по пунктикам пробегусь, что мне помогало и помогает. Вот в первую очередь это Инстаграм. Я подписалась на всех, кто говорит о доказательной медицине. Затем я уже отсортировала для себя актуальных врачей, актуальные, не актуальных врачей, а специальности, те, которые мне актуальны. Например, хирургия мне не актуальна, я не подписываюсь там на хирургов. Но зато мне актуальна там педиатрия, я подписываюсь на педиатров. Также советую сделать вам, но именно не те, которые травками лечат и так далее, а с доказательным подходом. Затем, когда вы начнете разбираться, что вообще это такое, вы захотите углубиться, прочитайте обязательно эту книгу, которая я вам советовала. Если вам ее мало, можно прочитать учебник доказательной медицины, он тоже есть. Вообще много, много очень ресурсов, где вы можете про это почитать, как минимум нужно гуглить. Когда вы поймете, что такое РКИ, что вообще такое доказательная медицина, как ее внедряют, какие есть проблемы, я советую подкреплять свои знания подкастами, которые создают научные медицинские журналисты. Они молодцы, они очень крутые, они анализируют эти исследования, выдают классную информацию. Это от Медузы вообще очень много подкастов. Я сейчас прочитаю, сразу скажу вам, что я слушаю. Подкаст без шап... Кстати, эти подкасты, они очень-очень будут полезны не только студентам-медикам, а студентам-медикам скорее как подспорье и способ узнать что-то новенькое. Без шапки подкаст, Купрум, Намочи Монту. Ну вот это три таких самых классных, по моему мнению, подкастов, но их становится намного больше и это вообще кайфово. С таким доказательным подходом к лечению. Блин, пациенты просто обязаны это слушать, это очень интересно и очень полезно. А студенты и врачи обязаны это знать сами по себе. И еще книга, помимо доказательной медицины Петра Талантова, другая книга, немножко схожа, но нет, она все же не такая, я тоже советую ее прослушать или прочитать. Она называется «Ни кошелька, ни жизни, нетрадиционная медицина под следствием». Написал Саймон Синг и Эдзерт Эрнст. Реально классно, кайфово. Рассказано там все по полочкам про гомеопатию, про остеопатию, про иглоукалывание, все это с научными исследованиями, данными. Я не знала столько всего, я когда прослушала, я такая, вау, сколько оказывается уже доказанного, а мы этим пользуемся. Доказанного неэффективного, например, а мы этим пользуемся. Блин, очень классно, очень кайфово, и это как раз такие, вы можете из этих книг подцепить аргументы, которые будете использовать в своей практике. Конечно, вы будете пользоваться клиническими рекомендациями, конечно, вы будете заходить на сайт «Союз педиатров», «ВОЗ» и так далее. В клинических рекомендациях есть уровни доказательности, там в начале они даже подписаны все, какие цифры, что означает, какая буква, что означает, тоже посмотрите, и можете посмотреть у меня в вечных сториз, я тоже об этом рассказывала у себя в инстаграме, там, по-моему, называется «Докмет». Можете вообще зайти, там много полезного и про аккредитацию, и про доказательную медицину, и все вот эти книги, которые я читаю, они тоже у меня есть в вечных сториз, просто заходите и сохраняйте. Когда вы уже прошарены, я советую вам, конечно же, «Up to date». Это платная штука, я по секрету вам скажу, ее можно, подписку можно разделить с другими врачами или там студентами, что я и делаю, только потому что это очень дорого для российских врачей, еще там есть студенческая подписка, но чего-то я не, не стала заморачиваться, и просто мы с врачами купили подписку врачебную, которая дорогая, на год. Но это абсолютный must-have, конечно, вам нужно знать английский, извините, ну или хотя бы пользоваться гугл-транслейтом, но в идеале, конечно, знать английский хотя бы на базовом уровне. Там вся современная информация обо всем. Диагностика, лечение, этиология, все-все-все про заболевания. Просто вводите там ОРВИ, Розеола, что угодно, оно понятно на английском, и вы получаете полный список вообще обо всем со всякими ссылками на новые исследования. И это абсолютный must-have, это вот респект, обожаю. Ну и все, что, конечно, делает Кахрейн, Кахрейновская вот эта библиотека, можете загуглить The Cochrane Collaboration, там будет все у меня в документе, ссылки, если что, и Cochrane Library. Действительно, там очень много полезных исследований, так что советую их читать. Это все в свободном доступе, самое главное. Пабмед, конечно же, никто не отменял, но в Пабмеде есть исследование недобросовестное, и как раз вы, когда поймете, что вообще это такое, вы сможете различать недобросовестные исследования от добросовестных. Собственно, друзья, в моем документе, если вы мне напишите, я там еще добавила кучу ссылок, но вот здесь я дала вам абсолютный минимальный минимум, который вам нужен для того, чтобы хотя бы начать, и потом вы поймете, особенно когда станете узким специалистом, что на самом деле информации вокруг очень-очень мало. На русском языке ее вообще нет. Это сейчас кажется, когда мы учим микру, потан, подфиз, типа спасибо на том, что вот два учебника, и спасибо вообще и на этом, этого нам много. А потом, увы, нет. Когда вы станете узким специалистом, вам этого будет мало, и вы будете смотреть все на английском языке, если вы хотите стать современным врачом, который знает все актуальные методы диагностики и лечения различных заболеваний. Поэтому изучайте английский. Не могу не посоветовать вам школу, которой я занимаюсь, она называется Inglix, онлайн-школа. Я там изучаю просто базовые разговорные английские и чуть-чуть добавляю. Прошу добавить преподавателям мне медицинские темы. Вот именно с этой школы у меня огромный прогресс в моих зданиях, и я вижу. Вы можете использовать промокод, как обычно, Лиза, пока он еще действителен, на скидку 35%. И еще один важный сайт, чтобы вы посмотрели, что вы любите, что вы пьете, что вы принимаете, ваши родители и так далее, какие препараты. Вы можете зайти в расстрельный список. Он так и называется «Расстрельный список препаратов». Можете ввести. И вы там можете ввести то или иное лекарственное средство и почитать про него. Если оно там есть, то значит оно фиговое. Точнее, оно не фиговое, оно не имеет доказательной хорошей базы. Либо имеет уже доказательную базу о том, что оно неэффективное. Ни фига, и это просто бизнес, бизнес фармакологических компаний. Такие дела. Друзья, спасибо, что вы меня прослушали. Я надеюсь, я вам дала что-то новое, полезное. Чем вы будете пользоваться, развиваться будете и будете современными классными врачами. И у нас будет очень крутое комьюнити. Я очень надеюсь на это. Вот поэтому всем пока-пока. Спасибо за просмотр. Субтитры создавал DimaTorzok